Доброе утро, дорогие друзья, с вами канал Анна Австралия, я Александр Петров. Хотел бы вас приятно удивить. Помните, я говорил, что русская община, религиозные какие-то организации, объединения, они, собственно говоря, соотечественникам не помогают. И в течение 21 года я никогда, в общем-то, не слышал о том, чтобы хоть какая-то группа людей в этой стране, в Австралии, помогала своим соотечественникам, людям, которые говорят по-русски, если хотите. Были единичные люди, но это люди, это не объединения. И люди, конечно, ну, естественно, помогают друг другу, встречаются, ну, я не знаю, люди по каким-то интересам, еще как-то. Но ничего такого организованного за все это время не было, и это относилось и к клубам, и к обществам, и к каким-то общинам, и религиозным общинам, и так далее, и тому подобное. Сейчас я могу вам сказать, что я был очень приятно удивлен. Вы знаете, что мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся организовать ваш более ускоренный приезд сюда, и для этого, естественно, надо выходить на уровень правительства, в первую очередь, штата, потому что карантинные меры и вот эти вот, все, что касается безопасности, здоровья в связи с этим коронавием, все это прерогатива правительства штата. Иммиграционные вопросы, это, естественно, прерогатива федеральных властей, поэтому выходить надо и на федеральную власть, и ты должен вообще кого-то представлять, не только одного себя, или пускай даже, может быть, какие-то учебные заведения. В первую очередь, может быть, учебные заведения, но и ты сам, как образовательный агент, и твой друг, допустим, миграционный агент, и учебные заведения, это люди, которые заинтересованы, собственно говоря, в бизнесе, по крайней мере, это так выглядит, и поэтому, безусловно, необходима поддержка каких-то общественных организаций, религиозных и то, что объединяет людей. Я был крайне приятно удивлен, я через одного из своих бывших, даже не сказать студентов, супруга, дочь были моими студентами, и Виктор здорово помог, обеспечив выход на новое руководство Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот, клюет. И я, конечно, очень доволен тем, что Русская Православная Церковь, Московский Патриархат в лице отца Самуила и матушки Ольги помогают, помогают нашим ребятам, и делали это на протяжении нескольких лет, просто не было это в достаточной степени, видимо, организовано, и не было достаточно большого количества единомышленников, и это была фактически частная инициатива двух хороших людей. Я думаю, что, пользуясь нашей поддержкой, поддержкой тех ребят, которые уже здесь находятся, и, пожалуйста, вот тот же самый Виктор это делает, если мы подключимся, это будет гораздо более организовано. Для моих студентов, для моих друзей такая поддержка была всегда, и иммиграционный совет в лице Алексея Чехунова всегда был, и работа была, и многое что другое у нас было. Но, понимаете, здесь ситуация такая, не все люди являются нашими студентами, не все люди являются, как бы, нашими близкими, друзьями, знакомыми. И даже вот в Инстаграме, в Ютьюбе, вы видите людей, которые и студенты, и других агентов, и сами даже без агентов фактически приехали. Есть люди, которые на партнерских визах, и этим людям очень многим нужна поддержка. Даже у некоторых есть и статус резидента, жителя этой страны. Соответственно, это благое такое начинание, и я думаю, что идея создания вот этого консультационного совета при Русской Православной Церкви, это хорошая идея, хорошая инициатива. Мы в этом будем участвовать. Алексей Чекунов дал принципиальное согласие. Для меня это очень важно. То есть и в плане дачи какого-то миграционного совета здесь достаточно щепетильная ситуация, и я бы не хотел, как бы, в это дело сильно вникать, потому что здесь юридические какие-то есть коллизии. Соответственно, вот инициатива, как бы благая, благожелательность такая со стороны Алексея Чекунова очень важна была для меня лично. Что касается работодателей, да, я думаю, что люди, которые, собственно говоря, трудоустроят моих студентов, они трудоустроят и некоторых других людей, которые вот будут из этой общины. И такой, в таком случае уже мы продвигаемся дальше. Вот люди говорили, что нужно, чтобы русские поддерживали друг друга, или, как бы, так, русскоязычные. Вот это вот, как бы, вот такая благая весть для вас. Я думаю, что мы будем, с одной стороны, создавать формальную организацию, неформальную, мы уже лично договорились, поэтому те люди, которые будут обращаться по поводу работы иммиграционного совета и каких-то других жизненных обстоятельств, мы будем им помогать, и будем теперь это делать, ну, скажем так, более организованно, более даже формально. Ну, в неформальном плане мы то же самое, как бы, делали. Так что, ребята, поздравляю вас. То, что вы хотели, то, о чем вы говорили так часто, в общем-то, свершилось теперь на базе, именно на базе русской православной церкви, вот этого вот прихода в Блэктауне и Московского Патриархата, и при поддержке, естественно, и Генконсула России, и каких-то других организаций общественных, вот, при поддержке других каких-то физических лиц, вот мы это дело организовали, и поздравляю нас всех вот с этим событием.